Якутия — это крайне интересная и крайне важная тема, тем более, что мы видим, на первом этапе она абсолютно бойкотировалась, не то, что бойкотировалась, 100% цензурировалась в федеральных СМИ, ну а дальше там все-таки масштаб значимой событий стала настолько важна, что невозможно уже это было даже федеральному телеку игнорировать, и мы видим, какие-то такие репортажи идут. Давайте поговорим немного о том, что же все-таки случилось в Якутии. Там 17 марта произошло преступление, и злоумышленник, давайте сразу скажем, злоумышленник был мигрантом, гастарбайтером, который приехал из Киргизии. Киргизом он был, он силой затащил местную девушку, которая по национальности была якутянка, якутка, якутянка, наверное, в салон машины, отвез в гараж и изнасиловал ее. Дальше он ушел и поручил двум своим каким-то друзьям, тоже киргизам, ее охранять. В какой-то момент они заснули, и она сбежала, обратилась в правоохранительный орган с заявлением об изнасиловании, и правильно сделала, что не начала скрывать. После чего в Якутии самые настоящие такие беспорядки, массовые волнения, безо всяких преувеличений, можно сказать, случились. Потому что мы увидели прямо настоящее такое восстание якутов против гастарбайтеров и киргизов в первую очередь. Давайте сначала были какие-то сборы людей ночью, прямо ночью, когда стало это известно на главной площади. Это ОМОН уговорил разойтись, и ничего такого значимого там не случилось. А потом, поняв, что невозможно игнорировать, и сейчас просто люди массово повалят на улицу и тут разнесут все, всех пригласили на местный стадион, и там в основном все были выступления на якутском языке. Давайте просто посмотрим, как это выглядело. 15 секунд, чтобы вы понимали степень страстей. Эти собравшиеся все молодые мужчины, и вы сами понимаете, когда собираются там несколько, явно десятков тысяч, или там пару десятков тысяч молодых мужчин, они многие вещи могут сделать, особенно когда они собрались по поводу вот таких фактов, которые действительно каждого нормального человека действительно задевают. По всей республике прокатились, помимо этого всего, довольно неприятные инциденты. То есть, безусловно, мигранты изнасиловали местную жительницу, и они совершили ужаснейшее преступление, но ответ на это, на все, местами выглядел довольно уродливо. При этом, при всем, я абсолютно разделяю степень возмущения тех, кто приходит и говорит о том, что, ну, вот, как бы, мигранты совершили это преступление, потому что нет миграционной политики, потому что нет нормальной судебной системы, но вот, как бы, ответ многих людей, он выглядел, ну, довольно отвратительный. Давай. Закрывайся. Закрывайся. Сейчас закрывайся, говорю. Или сейчас пацаны приедут, все разобьют, нахер. Давай, иди, закрывай, говорю, сейчас. Давай, закрывай. Киргизт уже? А? Как? Сегодня никто не должен работать, в курсе ли? Все, закрывайте тогда. Давайте, видео, которое поразило меня еще больше, это, наверное, некоторые из вас не видели, кто-то видел, кто-то не видел, но просто видео о том, как какой-то человек с пистолетом ведет несчастного киргиза или таджика, какого-то мигранта куда-то, и его просто буквально спасают проезжающие мимо люди. Дядька, завязывай. Конечно, дядька. Зачем он тебе нужен? Завязывай, завязывай. А? Завязывай, завязывай. Они-то здесь, здесь при чем, братан, они-то? Отпусти его, ебанец. Тех накажут, ты же знаешь, как у нас на лагерях, он здесь ни при чем. Да не трогай ты его, дядька. Этот инцидент произошел в одном из городов Якутии, не в Якутске самом. Я так понимаю, этот человек с пистолетом уже задержан. Ну, то есть нельзя сказать, что это проигнорировано абсолютно. Но я вот о чем хочу сказать. Почему это происходит? То есть нельзя оправдывать тех людей, которые куда-то вламываются в какие-то точки общественного питания или бьют просто. О, пошел киргиз, давайте его и забьем. Ну, то есть это просто омерзительно абсолютно. Но! Почему, собственно говоря, люди-то поперли на улице, возмущаются и ни во что не верят? Потому что они знают, что миграционной политики в России нет. Полиции в России нет. Судебной системы в России нет. И резонансное преступление будет действительно расследовано только если ты будешь бегать с такими глазами по площади и кричать «Вы давайте расследуйте там, или мы тут все спалим». И когда это случилось? Вот должно было случиться изнасилование, должны были случиться, ну, не погромы, но какие-то крайне неприятные, отвратительные инциденты для того, чтобы власти вообще зашевелились. И там довольно много видеозаписей, я уж не буду вам показывать, много времени займет, чиновники якутские сейчас выступают, и федеральные говорят, боже мой, миграция, нужно ограничивать миграцию, действительно, мигранты, преступники, много преступлений совершают и так далее. А раньше-то вы что делали? Почему у нас до сих пор нет визового режима хотя бы? Безусловно, визовый режим нас не спасет от того, чтобы какой-то вот заезжий идиот изнасиловал гражданку. Мы понимаем отлично, что большинство приезжающих мигрантов, они никаких преступлений не совершают. Но если мы хотим хоть как-то контролировать эту ситуацию, то мы должны начать с того, чтобы как-то визовый режим, что ли, установить и считать, сколько их. Это же все-таки Якутия, это, знаете ли, не ситуация, как Техас и Мексика. Люди перебегают через границу, и невозможно их посчитать. Туда можно пролететь только на самолете или долго добираться. И хотелось бы, чтобы на границе хотя бы считали людей, чтобы нужно было визу получать. Этого ничего нет абсолютно. И каждый раз наши чиновники начинают хоть немножко задумываться об этой теме и высказываться. Только конкретно после изнасилований и убийств. Посмотрите, все абсолютно случаи, когда чиновники выходят и начинают там бормотать про то, что ну да-да-да, пора вводить визовый режим. Это когда кого-то зарезали или убили, и что-то случилось. Что касается мигрантов. Но опять же, вы этих мигрантов привозите, открыли границы, они приезжают, они работают, большинство работают, честно, нормальные люди. Но если уже наша концепция, путинская концепция заключается в том, что нужно в Россию ввести сотни тысяч людей для того, чтобы они замещали вымирающее население, ну так вы тогда думайте о их социализации. Что они должны там делать, какой у них досуг, как они будут учить русский язык, как они будут интегрироваться в сообщество. Что сейчас делают мигранты-то все? Ну им делать, они сидят в торговых центрах. А там летом они где-то сидят на берегу реки, бухают, у них нет никакой социализации. В принципе, ну собственно говоря, кто такие мигранты? Чаще всего такие же молодые люди, приехавшие из Киргизии или из Узбекистана. Они молодые люди, очень много из них из деревень. У них мало опыта жизни в больших городах. Некоторые из них довольно религиозные, и это вызывает некое непонимание в крупных российских нерелигиозных городах. Ну тогда давайте как-то продумаем концепцию. Если к нам приезжают жители деревень, мы их попытаемся здесь как-то интегрировать. Мы найдем им какой-то досуг, чтобы они что-то делали по вечерам, чтобы они не замыкались в своих сообществах, чтобы они учили русский язык, чтобы они между собой общались на русском языке, старались общаться на русском языке. Потому что иначе получается, ну мы их привезли и сказали, ну вот окей, работайте тут чуваки дворниками. А кто-то хочет работать, а кто-то не хочет. А кто-то начал работать и почувствовал, что жизнь очень трудна, и подрабатывает тем, что привозит наркотики. Развлекается тем, что, не знаю, вырывает сумки. Не все это делают, конечно, это делает небольшое количество людей. Но, ребят, у нас и так преступности много. Зачем нам привозить сюда дополнительную преступность? И в этом смысле ужасные события в Якутии, связанные с этим изнасилованием, и неприятные последующие события, связанные с волнениями, это, конечно, прямое следствие того, что власти ни черта не делают и не имеют никакой концепции относительно того, что делать. Ну вот мне часто говорят, ты, значит, за то, чтобы не пускать мигрантов. Да, я за то, чтобы ограничить въезд мигрантов в Средней Азии, но я вместе с этим выступаю за их трудовые права. А они одновременно хотят и везти, и хотят игнорировать их трудовые права, и держать этих мигрантов на положении рабов. Но вы определитесь. Если вы их везете, придумайте, как они должны здесь жить. Если вы их не везете, вводите визовый режим. Ну, как обычно, путинское государство, оно же не делает ни черта. Оно хочет везти сюда несколько миллионов человек, чтобы они бродили, непонятно как. А полицейский с каждого из них собирал деньги. А паспортные столы зарабатывали на том, чтобы продавали паспорта. Ну и так далее, и так далее. Это огромный-огромный бизнес, на котором зарабатывает огромное количество чиновников. И это полностью противоречит нашим интересам. Так, давайте, вот спрашивает меня Вайс Алис. Якутам можно митинговать, и никто им не помешает, и другим россиянам нельзя? Или просто якутские силовики с народом? Я видел довольно много, Михаил Пожарский написал такой же пост в Фейсбуке, когда случились какие-то подобные события в Кандапуге, он там гораздо более жесткие, или когда нечто происходит в Москве, мы видим крайне такую болезненную реакцию силовиков, которые просто начинают всех сажать, вылавливать, арестовывать, сажать, потому что как бы они русские. В Якутии это сделать нельзя, потому что якуты в этом смысле выступили гораздо более сплоченно, и все посмотрели, сказали, ну как бы с ними связываться нельзя. Давайте с ними договоримся, и давайте как-то решим с ними вопрос. С русскими этого не происходит, особенно там, где какие-то вот есть такого же рода конфликты. Их просто начинают сажать, потому что всех русских националистов система воспринимает как врагов, их нужно давить и мучить, и сажать, и так далее, и так далее, и так далее. Разные есть националисты, есть люди, которые называются националистами, на самом деле они адские просто-напросто фашики, но, безусловно, это такой, это сложный вопрос, и, безусловно, мало кто из политиков вообще готов рассуждать на эти темы, но я рассуждаю, потому что я стараюсь с вами честно разговоры вести, безусловно. Мы просто увидели, что в Якутии местные, они выступили солидарно, и власть сказала, окей, окей, мы займемся этим темой. А вот, значит, русские в этом смысле не выступают в системе один за всех и все за одного, поэтому можно сажать. Я, конечно, не призываю, безусловно, каждый раз, когда случается такой опасный инцидент на национальной почве, власти должны сделать все, чтобы не случилось каких-то погромов, национальных волнений. Это будет, ну, это вещь, которую невозможно контролировать, никакого насилия или угроз насилия не должно случиться. Но, безусловно, безусловно, здесь мы видим совершенно двойные стандарты. КОНЕЦ КОНЕЦ